Сегодня я бы хотел рассказать вам об эксперименте с троллейбусным маршрутом на автономном ходу в Подольске. В городе есть троллейбусный маршрут, который де-факто является дополнительными рейсами четвертого маршрута, идущего полностью под проводами. Но в реестре муниципальных маршрутов он обозначается как самостоятельный, с номером 6. Но фактически он до сих пор носит номер 4К. И следует от конечной стройиндустрия, фактически это ЖД-станция Подольск, но со стороны промзоны, и идет до жилого района Кутузова. Запущен он был 1 мая 2020 года. Это пока первый и единственный маршрут троллейбуса с автономным ходом в Подольске. Обслуживается он пятью троллейбусами, в соответствии с реестром муниципальных маршрутов. Хотя фактически, мною было замечено, что иногда вместо реальных пяти машин на маршруте можно встретить две или четыре. Всего же троллейбусов с автономным ходом в Подольске 6 штук. Значение данного маршрута для жителей Кутузова огромно, потому что с появлением московских центральных диаметров жителям Подмосковья стало возможно пересаживаться с электрички на метро бесплатно, что позволяет значительно сэкономить средства. К тому же интенсивность движения электричек в рамках зоны диаметров выросла, а вот за пределами диаметров ситуация получилась обратной. Интенсивность движения электропоездов упала, да и тарифных преференций у пользователей таких станций не появилось. В итоге выгоднее, несмотря на близость станции Кутузова, ехать до станции, где ходят диаметры, то есть до станции Подольск. С функцией подвоза жителей района Кутузова справляются автобусы 2 и 51, троллейбус 4К и маршрутки 2К и 22. Маршрутки в качестве доступного общественного транспорта рассматривать сразу нельзя, поскольку они не принимают льготные проездные, а их подвижной состав не приспособлен для перевозки детских колясок, инвалидных колясок, а затащить багаж в них бывает проблематично. А еще, в соответствии с российским законодательством, расписание таких маршрутов определяется перевозчиком, вне зависимости от желания городской администрации. Как и трасса маршрута, также может меняться перевозчиком в заявительном порядке. В случае же отказа городской администрации согласовывать новую трассу, перевозчик может просто прекратить работу на маршруте, уведомив муниципалитет об этом, заранее за определенный срок. В нашей истории еще интересно и то, что маршрутка 2К и автобус 2 являются полными дублерами друг друга. Только согласно реестру на автобусном маршруте работает лишь один автобус среднего класса вместимости, а вот на маршрутке работают 7 автобусов малого класса вместимости. В итоге интервалы второго автобуса достигают часа, а вместимость транспорта на этом маршруте не такая большая, как у троллейбуса, что означает меньшее количество посадочных мест и большую переполненность салона в пиковое время. 51-й автобус имеет два варианта своей трассы движения, но в качестве маршрута связки до Кутузова все варианты трассы едины. Но маршрут 51 также ходит редко, с интервалами в час и более, обслуживаясь одним автобусом средней вместимости и одним автобусом большой вместимости. Время движения между Кутузова и МЦД Подольск составляет 25 минут у автобуса номер 2, 21 минуту и 14 минут для разных вариаций автобусного маршрута номер 51 и 17 минут для троллейбуса 4К. Что позволяет считать троллейбус одним из самых быстрых вариантов наравне с 51 автобусом. Но троллейбус ходит чаще, имея интервалы от 20 минут до 27 минут в пиковое время и днем. Хотя в вечернее время имеются дыры в расписании, достигающей 42 минут. Но даже при этом альтернатив остальному транспорту, не считая недоступных и не принимающих льгот маршруток, нет. Либо троллейбус раз в 20 минут или полчаса, либо автобус с интервалом раз в час и более. Хотя проблемы у троллейбуса 4К тоже есть. Во-первых, токоприемники приходится ставить на провода вручную, так как предприятие почему-то не озаботилось установкой на контактную сеть штанголовушек, что ухудшило условия труда водителей, а также привело к дополнительным тратам времени для пассажиров. Проблемой можно считать и отсутствие кондукторов в салонах, из-за чего вход осуществляется только через переднюю дверь с оплатой водителю. Что, правда, стало уже проблемой всего подольского троллейбуса. А это ведь сильно замедляет движение по маршруту и усложняет работу водителем. Куда проще было бы установить в салон валидаторы. Чтобы оплачивать проезд, можно было не затягивая процесс посадки и не загружая водителей дополнительной работы. Ну и, конечно, проблема с частотой движения. По моему мнению, интервалы в 27 или даже в 42 минуты – это не признак хорошей работы общественного транспорта. Я считаю, что для обслуживания этого маршрута необходимо привлекать больше техники и большее число водителей, чтобы вся техника работала с раннего утра и до позднего вечера. Хотя я знаю, что из-за проблем с величиной заработной платы у предприятия есть проблемы с привлечением и даже удержанием многих кадров. Вот именно эти проблемы требуются решать руководству города и троллейбусному предприятию. Но вместо этого в рамках эксперимента маршрут 4К с 1 октября 2022 года был продлен от Кутузова в сторону улицы Кирова и далее по трассе, идентичной троллейбусному маршруту номер 1. Чем же это плохо? Ну, во-первых, из-за увеличения длины маршрута и отсутствия должного количества подвижного состава интервалы на нем выросли с 20 минут до 25 минут в часы пик и с 27 минут до 110 минут во внепиковое время. Проще говоря, теперь жители района Кутузова остались лишены доступного, принимающего льготы, частоходящего и одного из самых быстрых транспортных сервисов большой вместимости, который позволял им добираться до станции МЦД. Единственной частоходящей альтернативой в районе остались маршрутки. Таким образом, получается, что условия поездки для действующих пассажиров ухудшились. Во-вторых, на всех остальных участках своей трассы троллейбус 4К будет дублироваться рядом частоходящих маршрутов, имеющих интервалы от 10 минут до получаса, что просто сведет роль троллейбусного маршрута с интервалами в 25-110 минут до подбора случайных редких пассажиров. В-третьих, аргументированный на сайте подвоз к социально значимым учреждениям уже осуществляется другими маршрутами общественного транспорта. А те же беспересадочные связи, что появились при новом троллейбусном маршруте, нивелируются значительными его интервалами. Проще говоря, дождаться другого транспорта, на котором доехать до соседней улицы и пешком пройти пару кварталов до нужного здания, окажется проще и быстрее, чем ждать конкретный троллейбус прямо до порога учреждения. В-четвертых, отчасти 4К мог бы помочь усилить интенсивность движения на троллейбусном маршруте номер 1. Низведенного в последние пару лет до редкохода, с интервалами в полчаса во вне пиковое время. Но лишь некоторые рейсы этих маршрутов идут в полуинтервале друг друга. При этом остальные рейсы идут как раз-таки друг за другом, с разницей в пару минут. По сути, отбирая пассажиров друг у друга, что является неэффективным примером организации движения. Особенно с учетом того, что после них транспорта не будет полчаса. В-пятых, необорудование троллейбусных проводов штанголовушками приведет к тому, что троллейбусы будут простаивать для подъема токоприемников теперь еще и на улице Кирова, где на остановках очень интенсивное движение общественного транспорта. Все это приведет к необходимости другому транспорту либо ждать, либо совершать дополнительные обгонные маневры, что может негативно сказаться на соблюдении графика или даже на дорожной безопасности. Последнее особенно актуально в часы пика. Исходя из всего, мне видится, что без закупок дополнительной техники организация подобных маршрутов является вредной практикой, как для комфорта действующих пассажиров, так и для привлечения новых. Если же администрации Подольска и троллейбусного предприятия хочется совершать такие эксперименты, то мне видится допустимым в рамках этих самых экспериментов, чтобы обеспечить приемлемый интервал, сделать маршрут смешанным, троллейбусно-автобусным. Ведь на направлении важно привлечь пассажиров и посмотреть, какой пассажиропоток будет при максимальной отдаче работы от маршрута. И в данном случае уж не так важен тип питания тягового привода транспортного средства. А вот в таком виде, как есть сейчас, мне кажется, что это получается скорее вредный эксперимент. А на этом все. Спасибо за внимание.